всем привет это опять я я на охотском море и как вы видите на охотском море присутствует волнение дело в том что ночью был шторм и сильный ветер сейчас ветер утих но волна остаточно еще продолжается и у меня есть такая хрупкая надежда что это волна чего-нибудь нам вкусненького накидала минус только один сейчас прилив прилив обычно это не то время когда можно рассчитывать на то что что-то выкинет но с другой стороны отлив ночью поэтому ночью конечно я возможно тоже сюда наведаюсь но пока день и посмотрим что нам дал день сейчас вот надо спуститься по этой тропиночки и посмотреть чем богатым пока вот это вот все что удалось собрать за 10 минут это пятиугольный волосатый краб как как шумит то это пятиугольный волосатый краб их я нашел что к 78 но их как бы просто показать вам он живет в прибрежной полосе прям вот рядом с линии прибоя и их обычно выкидывает первых есть нем абсолютно ничего это колючий краб он же королевский теперь просто посмотрите в какую мясорубку он попал видите на панцире белые пятна белые пятна это там где его шипы у него там везде были шипы где их стерла то есть он как попал в песко струйку ну фактически это и была песко струйка то есть он об песок об камни его мотыляла мочалила разбила совсем у него нет внутренностей у него из 8 лап из 8 лап остались только три то есть я его брать не буду просто показать вам решил то есть его прям разбила в хламину и маленький морской ежик его я тоже не буду брать просто показать решил верху еще сохранились иголки а внизу иголки все за песко струйла а песко струит вот море представьте вот такая волна вас прижимает каменному дну и к песку это еще начинается вон там где начало скальной полки там такой мощный брикватор ой 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 там такой мощный брикватор и уже этот брикватор выполняет роль мельничных жерновов то есть вода со всех сил бьет об эти жернова и если с водой оказывается капуста крабы ракушки все это естественно испытывает на прочность эти мельничные жернова и здесь конечно же я еще прогуляюсь пройдусь но по идее нужно ждать ночи нужно ждать ночного отлива пока я нашел два маленьких морских ежа чудом уцелевших в этой мясорубке нашел криптохитон стеллера это вот такая вот вот этой присоской вот эта штука прилепляется к камню и всю жизнь облизывает камень в принципе насколько я знаю не съедобно ну и вот еще живая даже морская мышь мышь и криптохитон я сейчас отпущу пусть ворошаться себе дальше ежей наверно тоже два ежа это еда ни о чем если конечно они в этих волнах сумеют все-таки выжить опять но есть места не очень комфортно и так называемые прижимы где вплотную к берегу скала и вот так вот накатывает если не хочешь быть мокрым пробегай быстро а как на накатывает волнишка а мы бегом не успеваем не успеваем успели красота опять но этот раз слабенько шел я себе шел кстати уже снег пошел это не было бы сахалином если бы тут не пошел бы снег курса резко резко налетела тучкой стало прям темно хопа лежит крабик ну и скажу я вам мало того что краб приличного размера на зимней рыбалке конечно и побольше ловлю но краб хороший очень хороший так еще и вообще не побитый никак только ему чуть-чуть песочком вот сточила здесь панцирь прекрасно я уже с крабом это очень хорошо свежачок прям вот только-только выкинула красота вот посмотрите до чего гребешка свифта довел шторм расколотил вообще всего то есть вот эти кромки они просто разбиты их нету здесь огромная дыра но он как бы уже не живой но если учесть что на улице отрицательная температура то он тут как в холодильнике поэтому таких и разумеется беру а дома уж посмотрю если там много песка прям набито тогда есть не буду а если чистенький то почему бы и нет и снег уже такой идет прям ну почти пурга собирается вот очередные интересные находки ну во первых гребешок свифта как всегда побитый разбитый расколоты со всех сторон две лапы от крабов разного размера в лапах есть мясо то есть что нам доказывает что краба размочаривал вообще недавно и вот я нашел до этого целенького краба прям почти непорченного и вот на фоне вот таких вот останков это прям в тройне странно потому что здесь крабов прям размалывает как в мельнице а мой целёхонький и вот это гуидак то есть здесь у него по бокам должна быть раковина но раковина говорится извините не доплыла раковину всю разбила видимо тут есть участки моря где прям очень сильно разбивает а есть те где доплывает ну либо допускаю что там в морской мельнице очень много всего а до берега долетает ну единицы два три процента всего что там есть и так рандомно что-то целое что-то не очень что-то прям в хламатину разбитое как этот краб а у нас тут еще один уцелевший краб хорошего размера меньше чем предыдущие но вполне приличный на зимней рыбалке я таких уже уже беру хороший крабодург вот рядом с ним выкинула крабика волосатик пятиугольного и вот интересная такая штуковина рядом тоже валялась это скорее всего если есть в комментариях грамотный теолог пусть меня поправит но по-моему это икра волосатой рогатки она же морской ворон икра если вот так ее сжать она как экспандер рыба специально откладывает икру которую ну очень непросто съесть допустим если какой-то икроед попытается отгрызть кусочек у него скорее всего ничего не получится она как резиновая она очень плотно и твердая если взять одну икринку и попытаться раздавить то усилие должно быть ну значительно икра скорее всего еще отчасти живая поэтому икру я сейчас кину в море вопрос том не выкинет ли ее снова вот еще комочек икры ну я повторюсь я предполагаю что это волосатая рогатка она же морской ворон но могу ошибаться здесь видно и вот сквозное отверстие сквозь всю икру здесь отверстие что эта икра была насажена на какой на какой-то предмет на дне то есть корешок водоросли торчал палочка какая-то и вокруг него была эта икра обмотана но сорвала палочку вместе с ней икру и в вот в отчетливо в икринках видны глазки глазки потенциальных маленьких рыбок но икра конечно сейчас тоже полетит в море есть ее невозможно она реально резиновая но моря скорее всего ее не примет скорее всего снова вытащит поэтому икра уже можно сказать обречена подъехали очередные находки вот гуидак но сами видите у него все тело его не помещается ему в раковину поэтому эту раковину довольно легко разбить размотылять ну и скажем так еще на 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 ощупь не выглядит прочной очень тоненькая вот такой вот но это очень маленький разумеется гуидак он только начинает расти ну и скорее уже не вырастет вот это неприятный на вид тут этот червяк вот эта фигня с оранжевыми зубчиками на конце это называется урехис 3 внутри видно мне какие-то кишки урехис это часть национальной кухни по моему китая и южной корее но я его брать прям вот увольте не хочу его брать гуидак возьму еда привычная а урехис пусть дальше лежит не знаю как вы а я решительно не понимаю как это происходит вот в десяти метрах от этого краба нахожу вот такого краба разбит в хлам шип источены как в пескоструйку попал и рядом а еще по моему даже недавно живой был а скорее все еще может и живой не тронутый даже чуть-чуть его пошоркала песок и все но вот этого я брать не буду он слишком маленькие пусть его тут сидят чайки я лучше буду брать что покрупнее я не знаю слышно ли меня сейчас из-за ветра но ночь действительно оказалось побогаче вот ракушка песчанка но она маленькая поэтому вот тут много они все живые но я их не собираю я набрал вот такой вот который уже чуть-чуть хотя бы побольше но это прям уже нормальный размер и даже попался один гуидак сами видите ракушек много большинство из них уже разбитые пустые видите сколько мусора вместе с ними натащила поэтому тут нисколько ракушку трудно найти сколько ракушку найти трудно сколько вообще отличить ее от битый рак вот очередной гуидак видите пипка потихоньку прячется выезжает единственная ой зато другая появляется это его якорь которому он залезает в песок и и корица утаскивая раковину все глубже и глубже мышечный якорь такой правда я затрудняюсь сказать что это это мея песчаная или понапея которая собственно есть гуидак они все очень похожи а я в ракушках не такой уж и специалист и еще очень важно отличать живую ракушку от мертвой или снулой вот видите это ракушка приоткрыла раковину и уже она не в состоянии и схлопывать такую ракушку я уже не возьму вот это вот ракушка она закрыла раковину так что я как не ковыряю пальцами я его отодрать не могу значит все живое все хорошо а а вот у нас под боком клиент ползает а мы не замечаем это вот рапанчик он же трубачек он маленький сегодня как-то я настроен на что побольше уже слава богу донышко в ведре закрыл так что пока не до трубача очередная находка в этот раз это устрица устрица живая и видите почему ее вытащила на берег потому что к ней присосалась капуста морская капуста хотела надежно за что-то закрепиться а вышло так что и сама не удержалась и волокла за собой устрицу вот видите тут камни эти камни натурально выкинула на берег выкинула только из-за того что к ним прилепилась капуста и добавила камням парусности вот любопытное место из-за мутной воды вообще ничего не видно но стоит только волне немножко уйти и видна ракушка вот в этой грязи пустая и можно подхватывать ракушку единственная вот ракушка единственная волна не часто уходит приходится ждать так подолгу можно то можно ракушечки собирать вот это вот уже разбила штормом вот вот это целенькая это списала или там мактра сахалинская я постоянно путаюсь ну-ка маленький гуидок вот ничего ничего не видно потом хопа вода резко ушла вот это гуидок побольше тоже не берем потом хоп вода резко ушла и все снова тут же видно ну давай водичка уйди как следует вот опять ракушка вот еще один гребешочек нашел и вместе с гребешком несколько устриц видите устрицу записка струила просто и вот прям вот до белого цвета кое-где зачистила отколотила бедные не знаю как они там внутри но снаружи они выглядят не очень прям все зачищены и наверное внутри все переколбашены а вот пять устрицах вместе срослись и в принципе шторм пощадил я тоже пощажу я возьму только вот эти две остальные пусть едят чайки вот очередной гребешок пополняет коллекцию лежал тут на улице минус 3 поэтому даже вот выкинутый какое-то время назад он еще сохраняет живость а вместе с ним вот кто был это гребешок свифта моего вот волна не пощадила разбила как бог черепаху ну возьму дома почищу посмотрю если не всего размочалила то съем вот итоговый улов на столе вот еще ракушечки шевелится даже гребешочки вот шевелились крабу уже не шевелится крабу же даже после варки остыть успели вот устрицы вот спизула он заварник с чаем в принципе я не очень доволен уловом могло быть и получше просто вода все-таки не дала воды было все равно многовато зато вам сейчас покажу что такое гуи дак гуи дака я примерно на полторы минуты запарил в кипятке но перед этим давайте сделаем немножко более полезную вещь уроки и маленькие кусочки мяса угостим оператора спасибо пожалуйста так вот гуи дак он ошпарен поэтому теперь шкурка которая покрывает его этот орган его эту пипку она очень легко снимается сама пипка будучи ошпаренной уже вполне пригодна к еде она по текстуре хрустящая то есть она похрустывает мясистая и хрустящая солить не надо потому что она в морской воде она уже изначально соленая вот такая вот толстенькая мясистая и хрустящая очень рекомендую из всех этих морепродуктов устрицы съедим сейчас гребешок тоже краба тоже часть спизул пойдет в заморозку как еда а часть спизулу пойдет в заморозку как приманка для наваги навага спизулу ест не бог весть как но иногда неплохо ну в принципе все что мог показал всем пока пока